Десять летних площадок для торговли овощами и фруктами работают на наших гостевых трассах. Еще весной городские власти обратились к предпринимателям оформить площадки в едином стиле. Большинство пошли навстречу. Едешь по трассе, мелькают вывески. Кубанское лучшее. Накануне Сергей Сергеев проехал по трассе Новороссийск-Керченский пролив. Остановился у павильона в районе Хутора Заря. Главе курорта тут рад. А как торговля? Это не надо, честно говоря, по торговле. Не знаю. В том году лучше. Цены, может, большие. Или у людей денег нет? Не знаю. А вот это, что в порядок привели, не мешает это? Мешает. А он привлекает. Аккуратные прилавки, уголок потребителя, ценники. Цивилизация пришла и сюда. Но особенно приятно видеть улыбчивые лица. Хочется, чтобы таким был весь наш гостевой сервис. Сегодня на планерном совещании глава курорта отметил увиденное и по следам своей поездки дал поручение. Владимир Владимирович, поручаю вам, рассмотрите вопрос вот по этому объекту конкретно. Сделайте людям наружное освещение. То есть можно на углах конструкции сделать опоры, там метра, ну из швеллера, там из трубы, метра по полтора-два и повесить фонари. Чтобы площадку остановочную освещать. Будут торговать же все равно, да? Такой, как право, за 10 часов. Ну вот, а сейчас в 8 уже темно. И они там сидят в потемках, но у них там лампочка горит внутри, наверное. А так будут останавливаться все равно. Это несложно помочь. Помощь вполне оправдана. Готовясь к сезону, фермеры, а торгуют в основном те, кто сам выращивает, основательно потратились. От глав сельских округов Сергей Сергеев ждет предложение, как компенсировать затраты людей.